Преподобный Макарий родился в середине 14 века в Нижнем Новгороде. Уже в 12 лет он принял постриг и решил посвятить себя служению Господу. Прожил Макарий почти 100 лет. Основал несколько монастырей, самый знаменитый из которых – Свято-Троицкий, на берегу реки Унжи. И в эти дни в обители проходят торжественные мероприятия в память о преподобном монахе. Возглавил службу митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Преподобный отец Макарий, моли Бога о нас, и праздник. Макарийский монастырь сжигали захватчики и неоднократно закрывали. Но паломники сюда приезжали всегда, даже когда обитель была закрыта при советской власти. Вот здесь назывался гульком у нас. И вот мы по вечерам по молодости ходили. Когда техникум был, это было где-то с 62-го, ну старше стали ходить. Ну а тут же ничего не было, останавливали. Тут вот мой одноклассник к печке ложил. Ко дню памяти преподобного Макария сюда едут верующие из разных городов. Однако в условиях пандемии про необходимые меры предосторожности забывать нельзя. Алена в обитель приехала накануне торжеств, чтобы помочь сестрам подготовиться к празднику. Этого требует душа, признается она. Здесь по-другому себя начинаешь чувствовать, намного спокойнее. А главное, что, чтобы тебе не сказали делать, ты выполняешь, и в тебе нет какого-то вот хочу, не хочу, надо, не надо. Ты выполняешь, и вот уже пропадает какое-то желание даже разговаривать аж чем-то. Начинаешь думать о том, как здесь хорошо. Здесь на самом деле очень хорошо, и очищается и душа. После торжественной службы вокруг монастыря прошел традиционный крестный ход. К слову, преподобному Макарию молятся о защите от врагов, о помощи в любом начинании. Верующие убеждены, обращаясь с молитвами к святому, можно найти выход из любой, даже самой сложной ситуации. Наталья Лисова, Время новостей.